Первое место, которое мы посетили, стала Юго-Западная котельная. Однако пресс-служба ТГК-14 не разрешила в нашей съемочной группе поговорить с ее работниками и руководителем. Видимо, не все так гладко, как говорят. В итоге обошлись лишь сухими фактами. Так, на ремонт объектов ТГК потратили более 100 миллионов рублей. По котельной Юго-Западной, которая отапливает интенсивно развивающийся район Юго-Западной части города, затрачено 11 миллионов рублей. Объекты ТГК-14 в полном объеме готовы к несению нагрузок в период низких температур. И ни слова о почти еженедельных авариях на сетях, которые начались сразу после старта отопительного сезона. Так, 22 сентября в поселке Южный жители узнали о подаче тепла по затопленному подвалу. Причем утечка была там, где ТГК-14 проводила ремонт летом. Помимо холодных квартир, после подачи тепла отмечут задержка на неделю. Страдала и школа номер 5 в Сосновом Бару. Далее еще хуже. В начале декабря авария оставила без тепла жителей Верхней Березовки, поселка Алтан-Газар и Кирзавода. В общей сложности 30 домов и детский сад. А вчера замерзли горожане в домах номер 51 и 49 по улице Чертенково, номер 3 по улице Комунара, а также малыши сада Рябинушка. И все из-за очередной аварии. Тем временем чиновники уже отчитываются за подготовку канализационно-насосных и энергостанций к отопительному сезону. Конечно, материально-техническая база у нас здесь поддерживается в надлежащем состоянии, но, естественно, она устаревшая у нас. Потому что год постройки самой станции – это 73-й год. Соответственно, львиная доля оборудования – она тоже 70-х годов прошлого века. Минус 40 выдержит? Минус 40 выдержит. И минус 50 выдержит. Для прохождения осенне-зимнего периода Акционерное общество ЛНД «Энерго» провело ремонтные работы на общую сумму 65 миллионов рублей. При выполнении этих работ были выполнены работы по ремонту кабельных линий, ремонту воздушных линий электропередач. Отопительный сезон в целом проходит без сбоев, поэтому мы надеемся, что будет так же нормально проходить. Но техника есть техника, заглядывать ничего не нужно. Работа по подготовке была проведена в полном объеме, все запланированные мероприятия были выполнены полностью. Без тепла люди не останутся в любом случае. Все сейчас у нас находятся с теплом, со светом, с водой. Будет ли у жителей города в осенне-зимний период свет, вода и тепло без перерыва покажет время? Экстремальных условий погода нам пока еще не создавала. Светлана Шакунова, Вячеслав Батоев, Первый альтер на Темное.